За год население Ленинского городского округа увеличилось почти на 30 тысяч детей. Комфорт и безопасность маленьких жителей – приоритетная задача для администрации муниципалитета. Но, к сожалению, статистика неутешительная. Несмотря на регулярные профилактические мероприятия, травматизм и смертность на железной и автодорогах, при пожарах и на воде увеличивается. Как с этим бороться, попытались понять участники тематической встречи, которая прошла в дыше и города Видное. Я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня собрался в этом зале. Здесь у нас представители педагогического сообщества, здесь родители, все неравнодушные люди, люди, от которых зависит то, чтобы подобных поводов, подобных событий в нашей жизни, в жизни округа случалось как можно меньше. Ну и хочу поблагодарить наших сегодняшних гостей, Ксению Владимировну и всех присутствующих, которые будут сегодня выступать. Главный спикер и модератор родительского собрания, темой которого стала культура безопасного поведения и профилактика детского травматизма Ксения Мишонова, детально разобрала причины печальной статистики. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области привела несколько примеров, когда именно родители были виноваты в несчастных случаях. Мы недооцениваем все время наших детей. Нам кажется, что они не долезут, не залезут, не откроют, не придумают это. Так вот выясняется, что они точно залезут, откроют и сделают то, что вы даже себе представить не можете. Жизнь была другой. Окна были безопасные, потому что были форточки, они открывались на полные, не было москитных сеток. Не было такого количества бытовой химии, которой дети сегодня травятся. Не было такого количества машин и такой скорости. Кстати, именно на выпадении детей из окон Ксения Мишонова больше всего акцентировала внимание аудитории. Говорит, это бич нашего времени. Родители ошибочно полагают, что сетка может предотвратить трагедию в то время, когда она способна выдержать всего 400 граммов. У нас стоят решетки на окнах, поэтому в принципе в этой ситуации особо не заостряю внимание. Общаемся с ребенком, объясняем ему все. Ребенок довольно-таки взрослый, должен понимать, что я еще делаю. Если ребенок остается дома, газ всегда перекрываю. То есть, такие маленькие моменты, но всегда стараюсь, чтобы ребенок в безопасности был. Уже не о статистике, а о мерах профилактики рассказали приглашенные представители госавтоинспекции, Министерства внутренних дел и пожарной безопасности. Очень продуктивно, особенно когда слышишь такие огромные цифры гибели детей и пострадавших. Вообще очень стоит задуматься. Я ухожу под впечатлением. Для меня это было очень важно. Подобные родительские собрания не проводились с допандемийных времен. Организаторы намерены продолжить полезную инициативу в надежде, что такая профилактика спасет жизни и здоровье подрастающего поколения. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова